всем привет это обзор от колена красная и сегодня у нас в обзоре вот этот замечательный набор по лего и звездным войнам под артикулом 75 299 который называется у нас проблемы на татуине этот набор по очень крутому сериалу мандалорец который зашел всем фанатам и не фанатам тоже что очень радует вот конкретно у нас уже по второму сезону сериала по 9 эпизоду 9 главе который называется марш в общем там такая была ситуация что у нас мандалорец пытается пристроить малыша грогу и попадает случайно волею силы на планету татуин где также помогает тоскенским райдером и маршалу чтобы убить край дракона вот взамен на броню боба фета мандалорца который он искал это очень крутой популярный набор среди фанатов потому что что он стоит дешево я укупил так вообще за 1500 рублей что ли на яндекс маркете вот и также он крутим что здесь две очень офигенные фигурки это сам малыш грогу если просто значит как зачилк ребенок и мандалорец но не просто мандалорец мандалорец без кави нежели чем его предыдущая версия кстати очень нравится что здесь такой рисунок мандалорца и еще в такой старой брони в общем уже многие сняли обзор на этот набор но я всегда стараюсь покупать наборы по скидке то есть я не покупаю их прям ну редко себе позволяю купить набор как только он вышел по дикой цене я всегда их ловлю по такой лайтовой хорошей скидке вот я уже как говорил купил уже за полторы тысячи и считаю это лучшего цена нужно такие фигурки уж точно а в общем такой вот нас внешний вид набора это у нас такой стандарт некий скажем набор по размерам всякие у нас по моему уже в таком размере у нас набор с штурмовиками с клонами пиццу первого региона очень интересная такая стилистика фон tatooine сзади нас как всегда функции набора вот и что хочешь сказать забегая вперед набор очень крутой и стоит дешево как я уже говорил и крутым фигурками и обесцененной фигуркой малыша йода который нас ранее выпускался в наборе с кромкой лезвий самого мандалорца что ж давайте вскроем набор посмотрим что у нас там внутри так набор открытый я подозреваю что там он скорее всего 3 пакетика будет наверное по трем отдельно постройкам отдельно это пушка рогатница скажем так сам спидер и хижина таскинг в таком вот именно в коробке всегда у нас по 3 пакета да я вижу второй пакет я вижу первый пакет я вижу такие скорее всего вот как я и сказал так она и будет и инструкция очень большая инструкция для такого набора но здесь хотя бы заполняемость коробки полная я всегда снимаю обзор на заполняемость коробки как лего закладывает туда свои пакеты что же давайте соберем посмотрим более детально итак набор собран и что по нему хочется сказать сразу это топ определенно прям топ очень удачный набор за свои деньги за те фигурки которые в него вложены прям вот все недостатки которые в нем есть ну я думаю уже о них слышали видели прям ну настолько незначительные да и вообще когда в живую собрал я сейчас он прям мне очень сильно понравился потому что по картинкам было непонятно по размерам по вот по функциям прям очень удачный очень хороший набор начну я свой обзор с построек потом мы перейдем к фигуркам потому что что мне очень понравилось это вот байк мандалорца я очень люблю спидербайки в звездных воинов считаю что все которые ранее вообще выпускались они все очень удачные мне очень нравятся эти постройки по что они небольшие то можно поставить фигурку и очень это смотрибельно смотрибельно и играбельно вот вот такой вот интересный он очень хорошо проработан в плане деталек вот всякие выхлопы всякие и штучки интересные можно положить бластеры слева справа потом мне очень понравились вот эти детальки это вот не такая сумка-мешок очень интересно что это вот не экзак леговский а именно такая как отдельная деталька это примерно вообще новая и туда вот малышку рогу прям так хорошо садится прям прям очень удачно я считаю даже на то что за ну скажем не каноничный в самом сериале по-моему просто был рюкзачок что ли или что такое очень удачный спидербайк он конечно не напоминает версию другого спидербайка по сериалу повстанцы выпускал олега вот из всех функций у нас вот это отклоняется и все больше ничего такого интересного в принципе самом интересном мир по функции дальше это вот такая у нас рогатница катапульта буду называть ее так блин знаете отказал я смотрел по фотографиям по коробке мне казалось например ну не очень а вот так вот живую прям очень интересная постройка вот эти у нас детальки как бы так служит натяжением нитью шутер который стреляет очень хорошо очень крепко он держится на трех ножках плюс еще у нас блок такой устойчивый и вот такая вот интересная функция как бы натяжение в живую прям смотрится очень хорошо прямо реалистично и по скажем масштабом фигур дальше дальше у нас тоскенский лайдер лагерь такая вот небольшая построчка где у нас ночью это с кеном очень конечно жалко что он не в круг олега поскупилась на детали понятное дело и естественно все хотели все вот жаловались на вещели до щели есть безусловно косяк но что вы хотите за такой набор и вот если вы берете набор по скидке по очень вкусной цене блин я считаю грех жаловаться если хотите можете купить потом через какое-то время еще набор я верен детском мире он будет стоить около тысячи чем больше тысячи там через полгода буквально может через год и доделать это сама делать полностью сами вот всю эту хижину но я считаю в круг можно делать очень интересно посмотрелось как минимум можно собрать небольшой такой лагере и воспроизвести сцену из второго эпизода где энкин убил их всех как он говорил сам вот очень интересная постройка из функции но тут их практически нет кроме как у ну полностью разложить посадить еще каких-либо тоскенских райдеров так в целом мне очень понравилось дальше дальше у нас фигурки начнем мы с тоскенского райдера песчанки еще как называли это у нас как бы сейчас беру его палку оружие это у нас новая версия новая потому что вот у меня есть предыдущая версия но я знаю заключается в принтах они чуть-чуть изменились вот поближе немножко вот они немножко изменились и я считаю что такая вариация то есть то что у них меняется стикеры они это очень удачная такая штука на мой взгляд вот они тоже у нас изменили стикеры то что у них меняются такие вариации мешков это очень круто это очень интересно вот в принципе все остальное у него осталось то же самое голова и вот этот палка дальше дальше у нас самое вкусное специально подготовился дальше на самые главные фигурки этого набора вот и начнем мы с мандалорца начнем с мандалорца потому что потому что чуть позже объясню почему именно с него вот здесь он особенный он на здесь без карри пока что это единственная версия которого пускала нас лего вот в отличие от других две другие у фигурки были версии в обычной броне и упускать они в двух наборах это кромка лезвия и и тесте вот у меня кстати он есть тоже по вкусной скидке как мы запрямую на него обзор то мне уже давно очень лежит вот поближе на эту фигурку очень она шикарная считаю ну потому что это лего оригинал качество соответственно а и лего по не искупились они сделали здесь у нас принты на ногах и на руках на руках мне очень радует то что вот здесь мы можем увидеть символ того вот носорога которого он убил помог малыш йода вот так же здесь у нас на рукавник мандалорске с огнеметом здесь у нас тоже помогает здесь там с другой стороны что другое вот и сзади нас вот такие вот принты ну под дипак под дипак и и плащик такой небольшой сам шлем у нас не изменился с предыдущей версии после у нас к сожалению ничего к сожалению ничего вот а я еще сравнился с китайской фигуркой всего версии другой вот ну знаете что могу сказать я быстренько только конечно шлем проигрывает а принты и выигрывает ну и плюс jetpack и плюс пистолет и как в оригинале есть качество здесь я принтованность и скажем так каст на очень хороший вот можно и то и то взять я в принципе в покой за этой фигуркой взял этот набор ну и не только за этой фигуркой скажем так и самая главная радость всего набора для меня это малыш грогу уж очень и конечно я хотел у себя в коллекцию спасибо большое лего за такую возможность потому что если бы не этот набор у меня его по возможно не было то что я не смог бы себе позволить кромку лезвия набор где он был вот такой вот нас малыш йода голова у нас резиновая была у нас резина вот такой на спринтик сейчас фокус а вот такой там спринтика и все и больше ничего не знаю как по мне так он ну не похож он совершенно не похож и китайские есть и намного лучше и превосходят его но это оригинал это оригинал и ради оригинала конечно все будет этим гнаться вот почему я начал не смогла ловаться с малыша грога потому что я хочу сделать отдельный обзор это будет следующий обзор на моем канале вот я сравню все китайские версии которым не имеется как я уже делала просто обзор всех китайских версий малыша йодом грогу вот я сравнил с вот этой единственной фигуркой и сделал небольшой опрос у себя в группе чья же версия все-таки лучше вот в целом что хочется сказать в целом по этому набору набор очень крутой я его всем советую покупайте его уже прямо сейчас если вы не купили его до этого покупайте сейчас по что сейчас он по скидке я его купил там порядка полторы тысячи на индекс маркете набор того стоит и конечно спасибо многие могут на это обидеться кто купил скажем кромку лезвия то что они обесценили малыша йодом малыша грогу вот я не стану повторять еду по что я запомнил как малыш йода вот обесценили но спасибо лягу конечно за это возможность что они обесценили грогу и положили сюда не простого мандалу отца а именно бескаре очень крутой набор прям 10 из 10 мне очень понравился зачетный по функциям и плевать то что там щели в этой хижине у меня на этом все подписывайтесь на мой канал а ставьте лайк колокольчик и вступайте в группу вконтакте где мы укладываем обзор на лего его аналоги всем пока